В одной облаточке может содержаться до 70 сигарет одновременно. То есть этот ребенок, а мы их назовем детьми, потому что это в школе, он пожевал вот эту конфетку или что-то? В 70 раз, вроде бы как, скурил одну сигарету. Но здесь не исключены летальные исходы, я так понимаю. И здесь не исключены такие исходы, к сожалению, и есть. И главный нарколог Российской Федерации это подтверждает. И у нас были 4 случая очень серьезного отравления. Откачивали. Да, откачивали, как вы сказали. Оказывали очень серьезную квалифицированную помощь. И уже после того, как все произошло, были тоже 2 случая отравления. Это у нас и в Солилецке было, и в одном из еще районов области. В Солилецке это не то видео, которое было в интернете? Или нет? Я не видел этого видео. Я знаю о том, что там был парень с отравлением никотином. Плюс, когда обстоятельно обследовали, что там еще содержится, там оказался и свинец, и стронций. Которые, понятное дело, если эти жвачки жуются в день несколько раз. И, соответственно, вот эти вещи, они поступают в организм. Это далеко не безвредные вещи. Поэтому это очень серьезное вещество. А зависимость очень тяжелая. Их тянет вновь и вновь это употреблять, потому что резко сужается сознание. И ребенок впадает в другое состояние сознания, впадает в ступор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова